Родственникам зэков, заребованных ЧВК Вагнера, не дают открывать гробы. При этом в самой ЧВК уверяют семьи наемников, что их родные точно погибли в Украине. На деле гробы пустые, заключенные живые. Именно так случилось с одним из зэков, сидевшим за убийство. Осенью его отправили воевать. В декабре жене выдали цинковый гроб, который категорически не рекомендовали вскрывать. Но несмотря на то, что в ЧВК заверили, что ошибки быть не может, спустя всего-то несколько недель женщины связались уже из ВСУ. И сообщили, что муж на самом деле арестован в Украине. Случаи это вообще не единичные. Чаще всего родня якобы мертвых зэков просто боится жаловаться и на обман, чтобы боевики их не убили или ничего не сделали с их родными в Украине. Ольга Романова, глава фонда Руссия, сидящая с нами на прямой связи. Ольга, приветствую. Добрый вечер. Насколько подобная история распространена? Я бы сказала так, что вариации на эту историю довольно распространены. Я вот сейчас вижу, что... Я попросила подобрать своих сотрудников нескольких таких случаев, которые у нас уже были. Они действительно у нас были, когда обращались жены и писали о том, что они получили смс-ки про погибших мужей, смс-ки от Чивыка Вагнер. И когда речь зашла о выдаче тела с женщиной, которая живет не в России, и это важная для этой истории часть, стали вымогать деньги за то, чтобы это тело было доставлено. И она опубликовала скринеты переписки с вымогательством. И тут появился живой муж. Тут появился живой муж, который... Чивыка Вагнера, который, собственно, сказал, вот не лезь в женщине свои дела, сиди дома, варей больше, воспитывай детей, не лезь в наши дела. Ну, то есть, если бы она это не опубликовала, она бы... его бы оплакала и, видимо, похоронила пустой гроб или что-то в этом духе. Надо сказать, что пустые гробы находили... Вот именно эти Чивыкашные пустые гробы с окошечком и даже с фамилией находили на помойках в разных регионах России. Но поскольку не удалось установить, кто это, не было ни родственников, ни кого, то так это все пока и похерили. Что касается вот этих вот как бы ошибок, я, наверное, понимаю их смысл. Потому что, смотрите, у нас же осенью из Чивыка побежали. Со страшной силой побежали заключенные, побежали в разные стороны. Побежали как дезертиры. И мы с вами знаем о очень многих расклеенных, разыскных фотографиях именно сбежавших. Я думаю, как в Ростовской области один из дезертирующих из Чивыка начал отстреливаться, и в том числе ранил полицейского. И мы видим все время по работе наших украинских коллег, ну того же Золкина, сколько он интервьюирует пленных именно бывших заключенных. Их очень много. И Пригожин, да, который обещал Путину выиграть войну, которому дали карт-бланш, забирая заключенных. На сегодняшний день 50 тысяч извербованы. Да, то есть сегодня обновились данные. Значит, 39 тысяч, по данным украинской стороны, было завербовано на конец декабря. По нашим данным чуть больше, 42-43 тысячи. И вот, скорее всего, их уже сейчас за 50. И из них, собственно, воюют на фронте 10 тысяч, потому что все остальные убиты, либо трехсотые, либо пропали без вести, либо дезертировали, либо сдались в плен. И Пригожину эта статистика нафиг не нужна. Ну ладно убитые, ну ладно раненые, а вот сдавшиеся в плен и дезертиры с оружием в руках в Россию, ему вот это, Путину, показывать нельзя. Ему доверили, вот, пожалуйста, бери, владей. Полмиллиона зэков сидит в России, сидела на 24 февраля прошлого года, забирать, давай, воюй. А не вот это вот то, что ты их в Украину поставляешь, или вот они бегут назад в Россию с оружием в руках, наверняка гарантировалось, что этого не будет. И я уверена, что очень многие сдавшиеся в плен или сбежавшие числятся у него убитыми. А, собственно, что, если он обещает, и обещал всегда, и делает это, в случае попытки сдачи в плен, в случае дезертиства вне судебной казни, и они есть, он их обещает, и они есть, но не добил одного, не доглядел, ну двух, ну пятерых, но ведь хотел же. Продолжим сейчас разговор, Ольга, попрошу наших зрителей поставить лайк, это важно, вы не обижайтесь каждый раз, когда я об этом прошу, без этого трансляция не полетит, никто не узнает, что мы сейчас существуем, и для вас работаем. 700 лайков сейчас, давайте 2000 к концу часа, это не так сложно, одно движение, нам приятно. Лайк Рината Дольгильзеева, лайк Ольги Романовой. Вот какой у меня вопрос давно мучает, Ольга, вот если столько человек из тюрьмы отправлено на войну, по идее тюрьмы должны освободиться и пустовать. Пустуют ли? Если нет, то кто? В камерах этих сидит? Кто заменил там наемников? Нет, конечно, тюрьму не пустуют. Ну, смотрите, я бы сказала так, что число заключенных, которые выведены из подведения в СИН, уменьшилось значительно. Я бы сказала так, что не только одна прибавка, это 2,5 тысячи человек, которые были захвачены, уже заключенные, осужденные из Херсонской области. И там еще есть немного людей из Николаевской области. Вот они сейчас, большая вот наша проблема, большая головная боль, они вот влились в российские тюрьмы. А так, да, так тюрьма пустеет. Слушайте, минус 50 тысяч человек, это уже больше, чем минус 10 процентов. При всем, что население снижалось, но тюрьмы ведь освободились. Тюрьмы освобождаются, и сейчас очень плотно сидят, и на зонах, и в СИЗО, потому что и СИЗО, и тюрьмы отданы под пленных. Я специально не говорю слово военно-пленных, потому что я сейчас отдельно про это расскажу. Освобождаются тюрьмы везде, и на Урале, и в Сибири, и, конечно, очень много в центральной части России, в южных областях. Не все военно-пленные украинские в России, их очень много находится на территории оккупированных, на территории Ордло. И, собственно, почему я не сказала военно-пленные, сказала пленные, потому что есть еще два вида пленных украинских. Это гражданские лица пленные, их несколько сотен сидит в России, и их там нет. При каждом обмене они присутствуют, при каждом обмене мы узнаем все новые и новые данные, кто где сидит, кого где искать, но все равно их там нет до следующего обмена. И украинские граждане, не прошедшие фильтрацию. Тоже важнейшая вещь, потому что когда по гуманитарным коридорам уходили из того же Мариуполя люди, по всем законам всемирным, люди, которые давно, не на момент войны, служили на контракте в армии, в полиции, паспартийскими, они обычные гражданские. И только по российским, даже не законам, а представлениям о прекрасном. Они военно-пленные. И представьте, люди, которые были военными врачами 8 лет назад, 5 лет назад, они вдруг внезапно, вот сейчас, после многолетней мирной жизни, попадают в военно-пленные. Это тоже проблема, и это все в тюрьмах. Это все в тюрьмах. И гражданские, так называемые, цивильные заручники, гражданские пленные похищенные, и непрошедшие фильтрацию, и сами военно-пленные. При этом там, где сидят граждане Украины, и гражданские, и непрошедшие фильтрацию, они все уходят из подчинения в СИН и переходят в ведомство Министерства обороны и охраняются военной полиции. При этом мы с вами видим, например, в Курске, СИЗО, там половина СИЗО, это такие нормальные совершенно наши осужденные, заключенные, арестанты, обычные. Это вот одно крыло. А второе крыло, оно уже не подчиняется директору СИЗО, оно уже военной полиции и ФСБ там. Вот там сидят украинцы. Поэтому, ну как, конечно, жизнь в том крыле, где российские обычные арестованы, конечно, она уплотнилась очень сильно. Ну, я надеюсь, что Ольга ответила на вопрос нашего постоянного зрителя Weekend Fire 1000. Как раз судьба украинских гражданских, которые оказались в плену и оказались в России, интересовала Weekend Fire 1000. Надеюсь, что вы этим ответом удовлетворены. Материал холода хочется, Ольга, порекламировать немножко. Автор Нина Абросимова. Вы писали о нем у себя в телеграм-канале, который так называется, Романова. Если вы за этим не подписали... Здесь вот этот бюстер выдвинула, как член жюри, на премию профессии журналист. Очень сильный текст, действительно, я зачитался. Вот мы сейчас видим скрин холода. Обязательно почитайте этот материал. В нем рассказывается история убийцы из Новгорода. Он шел из колонии на войну, теперь на свободе, без ноги, и вот зато с медалью от ЧВК Вагнера. Вот меня, что Ольге поразило больше всего, это жестоко убийство. Срок 23 года тюрьмы, и все, на свободе. А это ведь как будто рушит всю систему исполнения наказаний, всю систему судов в России. То есть вот был человек, жестоко убийство, 23 года, и все. И теперь с медалью без ноги гуляет себе по Новгороду. Вообще вот в привычном виде, в СИН, в наше военное время больше не существует в России. Теперь у нас это как-то отдельный институт как будто сформировался, да? Не только в СИН, но и суды. То есть то, что в СИН унижен и опущен, да, я могу это слово выполнить вполне пригоженным, да, это, да, еще и суды, потому что их решения просто совершенно нивелирны. Они же не отменены ни у кого. Вы знаете, дело в другом. Дело в другом. Дело в том, что, конечно, разрушена связь, причем главное в мозгу россиян, да, между преступлением и наказанием. Но главное же не это. Главное, что власть сказала россиянам, вы теперь как мы, мы уравнены теперь, мы вот теперь ровнее. Если раньше мы делали, что хотели, там, воровали, там, уже свидетельствовали, и нам за это ничего не было, потому что друзьям все, а врагам закон. Ну, теперь и вы, как мы, для вас тоже теперь нет закона. Но не всем. Вот те, кто с этим согласен, те, кто за нас, за власть, тем вот так тоже закона не существует. И теперь только вот нам, врагам, вот какой-нибудь там закон об изменниках Родины. А все остальные тоже вне закона, как и власть. То есть теперь уже окончательно сливается в экстазе подданная власть, такая одна там маленькая деталь небольшая, что значит за нас. Умереть за нас. Вот кто готов умереть за нас, тому тоже нет никакого закона. Все, теперь закон отменен не только для, не только, там, не знаю, для лугового, для каких-то крокодилов совсем страшных, для Пригожда закон отменен, но и для Васи, Пети, там, Тамила, Илама, там, и так далее. Для всех отменен, если ты готов умереть. Ну да, но Родина тебя всегда бросит сынок, мы все равно помним, это великое правило. Еще одну историю хочу коротко, наверное, обсудить в конце нашей беседы. Любопытная очень штуковина случилась в Ростовской области. Там местный, значит, военком призвал в эфире, случайно абсолютно оговорившись, видимо, не знаю почему, готовиться к проведению как частичной, так и полной мобилизации. Потом власти региона спешно заявили, что журналисты, конечно, во всем виноваты, все это перевернули, исковеркали. Но мы понимаем, что, судя по всему, да, указ военкома, да, готовится действительно к полной мобилизации. Как страна встретит эту полную мобилизацию? Или все-таки вот готов умереть, значит, и готов умереть? Или действительно готовы умирать, пойти все уже? То есть это год после начала войны? Знаете, как не печально, как не печально, но я помню в советское время был такой тогда смешной анекдот, а сейчас нет, не смешной, когда принимают человека в партию и спрашивают его, говорят, слушай, а вот если партия потребует, вот больше, вот не рюмки больше, пить не будешь? Говорят, да, хорошо, потребует, так и будет. И вообще вот чтобы женщина, вот вообще никаких женщин и мужчин, вообще вот завязываешь в узелок и все. Ну, говорит, ну, потребует партия, конечно, сделаю. Говорят, а если партия умереть потребует? Говорят, вообще запросто, нафига такая жизнь нужна? И как-то получается то же самое, да, здесь получается то же самое, когда уже понятно, что матери нарожают новых, зато будет автомобиль. Понятно, что ты не можешь найти нигде работу, ты не можешь получить образование, ты асоциален, ты совершил преступление, но зато это можно поменять, то же самое, да, пойдя на фронт и все обнулить. У тебя ипотека, теща, прокурор, коллеги по работе, жена пилит, да, ты можешь всего лишиться, а зачем, когда можно пойти на войну? Да нафига такая жизнь нужна? Ну, можно на войну пойти. Я думаю, что встретил, вот примерно так. Я вот когда смотрю, наблюдаю за тем, что сейчас происходит в стране с активизацией вот этой зэковской еще романтики, я вот о чем думаю много. У нас же Владимир Путин пришел к успеху, в том числе на волне попытки сформулировать себя, как такого человека, который справился с бандитизмом на улицах, больше не ураганит, да, больше не убивает людей, вот эти лихие 90-е, которые он так любил критиковать. Но вот сейчас, с возвращением зэков обратно на улицу, причем я не хочу стигматизировать, да, ни в коем случае, мне каждый раз, когда я даже пытаюсь это говорить, мне немножко неловко, потому что как будто бы всех зэков считают преступниками. Конечно, в России это не так, но тем не менее, да, вот они все вернутся, повоюют, у них будет безусловное право с ноги открывать дверь, мы уже видим, как люди, которые возвращаются с войны, заходят в пивбары и говорят, налей мне ты. Да, а что будет с этой страной, и с путинской идеей? Теперь опять на улице будут убивать людей, и опять будут лихие 20-е. Если они будут, то они будут, конечно, по другому поводу. Они будут по поводу того, что все больше и больше стремительно снижается ценность человеческой жизни, и причем она снижается со всех сторон. То есть не жалко чужих жизней, но не жалко свои тоже. Она только из-за этого может быть. То, что все вот эти вот прекрасные зэки, о которых пишет Холод и многие-многих других, такие типичные, да, типичные у нас персонажи, они все на свободе далеко и долго не протянут. Они все уйдут дальше на фронт, потому что в основном у них у всех подписаны контракты, безоцветных контрактов не подписывают, включая, собственно, и вот и одноногих, и так далее. Он же говорит тоже, да, что я обрел семью, там, в ЧВК «Вагнер», я обрел работу, я опять вернусь, я пойду на фронт. Это говорят безногие, а, собственно, те, у кого есть руки-ноги, они все убывают туда довольно быстро. Они здесь понимают прекрасно, да, мы с вами разучивали в школе русской литературы 19 века, да, лишний человек, а вот они лишние люди. Это нынешние лишние люди. Это и лишние рты для, там, коллективного Путина, потому что их надо стеречь, перевоспитывать, социализировать, искать им жилье, искать им работу, надзор, а потом они опять что-нибудь совершат, да, то есть это люди, которые отвлекают вообще деньги от трубы, от нефти. А если они справятся, еще начнут рожать, детские сады им строй, школы строй, больницы строй, пенсионное обеспечение, думая об этом, пенсионное обеспечение, тоже, значит, от трубы отвлекают. Это фига не нужны, лишние люди. А так они прекрасненько совершенно в Украине утилизируются. Вот, поэтому в России-то их особо не будет. Сделано все для того и делается, чтобы они особо не возвращались. И их возвращение, на самом-то деле, это был большой пиар после декабрьского затыка, когда перестали вербоваться. А перестали вербоваться, это огромная проблема для Пригожина. А перестали вербоваться, потому что были ролики о несудебных казнях. А ролики о несудебных казнях были, потому что побежали, потому что побежали сдаваться. Вот тут все закручено в очень логическую цепочку. Вообще, конечно, Пригожин один из самых логичных людей. А вы видите Пригожину место в некой новой политической элите? Вот, предположим, закончилась война, ну или не закончилась война, там продолжается, Путин умер. Она значит формирование новых политических элит. Пригожин начал эту борьбу за власть, Пригожин метит куда-то дальше, чем просто вот этот серый кардинал войны, но в принципе уже не очень серый, там не знаю. Есть ли ему место в непрекрасной России будущем? Ну, это смотря какой крокодил победит. Поскольку, вот что называется, есть Путин, есть Россия, про это я не знаю, я знаю, что есть Путин, есть Пригожин. Вот это вот совершенно точно. Нет Путина, нет Пригожина. Либо Пригожин сам становится Путиным. И рядом с ним Рамзан Кадыров, как глава всего мусульманского населения России и российских окрестностей. Как-то так. То есть какой-то вот русский с крестом и вот мусульманин рядом с ним, такой вот такой бухгалавариум. Другой конструкции я не вижу, при которой бы сохранялся Пригожин, потому что любая другая конструкция делает Пригожину мертвым. Заговорили о Рамзане Кадырове. Вот какое видео хочу вместе с вами, Ольга, посмотреть. Один из таких ярких борцов с нынешней чеченской политической мафией. Абубакар Хингулбаев записал сегодня обращение, очень эмоциональное. Оно касается его мамы, которая фактически в плену у кадыровцев. Находится уже год. Давайте вместе посмотрим и обсудим. Уже год с того момента, как Кадыров похитил и держит в заложниках мою мать. Пользуясь полномочиями одного из главных чиновников в России, он нарушил правила этой страны и правила человеческой морали. Он доказал, что он террорист и пользуется методами терроризма. Он призывает к развязыванию ядерной войны в Украине. Призывает убивать людей по национальному признаку и только лишь за их идеи в голове. Он похищает матерей и родственников, своих политических оппонентов, критиков и общественных активистов. За этот год здоровье моей матери только ухудшается. Ей тяжело находиться в заточении. И она не должна там находиться ни в коем случае. Она не должна нести ответственность за действия ее сыновей. И ты, если мужчина, Кадыров, если ты считаешь себя олицетворением максимальной маскулинности в этой стране, ты обязан ее отпустить. И раз так у нас сложилось, и действует война, не действуют законы в России, не действуют они в Чечне, а действуют правила войны, то давай мы обменяем ее на меня. Не надо трогать женщин. Забери меня вместо нее. Может случиться подобный обмен? Или Рамзан Кадыров, как шулер, с которым нельзя играть в карты, как человек, который, как российско-политическая элита, привык брать заложников, для того, чтобы добиваться каких-то своих семиминутных политических целей? Нет, конечно, с ним нельзя играть в карты, но я прекрасно понимаю, наверное, Илгубаева как сына, да, просто как сына, который, ну, а вот как? А вот как? Я знаю, какой... Ренат, ты хороший сын, да, и вот поставить на это место любого дорогого знакомого тебе человека просто невозможно. Мне кажется, вот эти матери, люди сделают все, что угодно. И ты не можешь это не предложить, и ты не можешь этим рисовать. Да, это я говорю чисто эмоционально, конечно, и просто как человек, как, как, что называется, по работе, да, могу сказать, что, конечно, большая наивность думать, что мораль или закон, или право, и эти обращения к морали, к закону и праву могут произвести на кого-то впечатление в нынешней ситуации. Знаете, ко мне подошел недавно пожилой совсем мужчина, дедушка из Дагестана, который выкупал свои деньги, разные ментовские документы, там, поддельные, придет с тобой целый чемодан, протоколов поддельных, там, свидетельства, говорят, вот, я привел, я вот все свои деньги за это отдал, я хочу, чтобы отвели, чтобы это было опубликовано, сказал, зачем, чтобы их разоблачить. Это может быть опубликовано где угодно, я говорю, дедушка, давай сделаем сайт, а тут ты будешь выкладывать. Это никого не удивит, не впечатлит, это никакие основы не поколеблит, потому что сейчас можно все, вообще можно все. Закон отменен, право отменено, суды отменены, это все уже де-факто отменено. И, опять же, при очень сильном эмоциональном воздействии, конечно, этой истории и этого парня, который предлагает себе в обмен на мать, мы понимаем, что это история, которая год назад нам казалась беспредельно чудовищной. Выкрасть женщину из дома, я напомню, бывшего судей, у которого сохраняются неприкосновенности, было это в Нижнем Новгороде, то есть даже не в Грозном, и на глазах там практически у милиции, на глазах у всего города, выволочь, басую эту женщину, тяжело больную, с кучей заболеваний, она и выглядит так. И приволочь Грозный, просто так, ни за что, ни придая никаких обвинений, бросить ее в СИЗО, заставлять там извиняться на камеру. Ну, вот то, что чувствуют ее муж и ее сыновья, я просто, мне страшно представить. сейчас это воспринимается после всего, что мы увидели в Западе, как, господи, это было год назад, и нам тогда казалось, что ничего страшнее быть не может, а мы теперь знаем, что может. Мы привыкли, мы как будто привыкли к этому аду рядом, к этому ужасу, который вот на кончиках пальцев, как будто бы кожа такая толстая стала, и даже уже как будто бы не плачем и не ужасаемся. Спасибо большое, Ольга. Вы смотрите Ходорковский лайф, и это уже хорошо, осталось только поставить лайк и подписаться на нас, если вы почему-то до сих пор этого не сделали. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на нашем канале, а если вам нравится, что мы делаем, вы согласны с позицией нас или наших гостей, комментируйте, если не согласны, тем более комментируйте, мы все читаем.